Здравствуйте. В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях главный врач областного клинического противотуберкулёзного центра Муравьёва Марина Алексеевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поговорим с Вами о Вашем центре. Какие сейчас существуют меры диагностики туберкулёза? На сегодня одним из важнейших методов диагностики туберкулёза является флюорография. В разрезе массовых профилактических осмотров ездят флюорографы по субъектам Российской Федерации и в частности по районам Рязанской области. Люди ежегодно приходят на флюорографию по месту жительства. Таким образом, основным методом диагностики являются рентгеновские методы диагностики. Существует также экспресс-метод диагностики обнаружения возбудителя в мокроте. При исследовании мокроты, когда заключение о том, болен человек или нет, даётся в течение часа, максимум 40 дней. В течение 40 дней мы получаем результат анализа мокроты с определением в нём возбудителей и определением чувствительности к спектру антибиотиков. А вот флюорография и рентгеновские снимки, насколько они точны в мере диагностики? Это один из основных методов выявления не только туберкулёза, надо сказать, но и рака лёгкого. И на сегодняшний день это является одним из самых таких популярных методов. А вот какие методы лечения существуют сейчас? Прежде всего нужно сказать о том, что если человек обследуется флюорографически ежегодно, то при таком темпе обследования выявляются достаточно минимальные формы туберкулёза, которые лечатся в течение 4-6 месяцев приёмом таблетированных препаратов. Если же человек не заботится о своём здоровье и пропускает ежегодную флюорографию, в данном случае речь идёт о выявлении достаточно тяжёлых форм туберкулёза, где лечение идёт от года до полутора и до двух лет. Поэтому внимательное отношение к своему здоровью позволяет, в общем-то, выявлять минимальные формы и достаточно успешно их лечить. Нужно сказать, что туберкулёз – болезнь излечимая. А вот с такими передовыми методами лечения, с передовыми методами диагностики, есть ли у Рязанской области какие-то достижения? Да. Результат коллективного труда всех лечебных учреждений противотуберкулёзного диспансера позволили нам войти в пятёрку субъектов Российской Федерации, достигших европейских эпидемических показателей по туберкулёзу. А вот туберкулёз – это какая-то возрастная болезнь или она может быть у человека любого возраста? Она может быть у человека любого возраста. Туберкулёзом поражаются дети, туберкулёзом поражаются подростки и, естественно, взрослые. И нужно сказать, что человек, заболевший и не знающий о своей болезни, заражать может от 10 человек и более в своём общении, в окружении, в котором он живёт и работает. А как понять, что человек болен? Какие симптомы туберкулёза есть? Нужно сказать, что минимальные формы туберкулёза достаточно бессимптомны. Почему важна ежегодная флюорография? То есть мы имеем дело с человеком, уже заболевшим, но ничего не знающим о своём заболевании. И это очень сильно настораживает. Когда появляются симптомы, которые проявляются в виде усталости, слабости, повышения температуры, может быть, сначала до субфибрильных цифр и кашель, это уже достаточно запущенная форма туберкулёза, которая требует немедленной госпитализации и начала лечения. А формы туберкулёза, какие они бывают? Самые разные. Самые разные. Поражаются лёгкие, поражаются другие органы и системы, поражается костная система. Слава Богу, мы живём в периоде, когда туберкулёзное поражение мозговых оболочек достаточно редкое, но, тем не менее, существующая форма туберкулёза. То есть туберкулёз поражает не только лёгкие, но и другие органы и системы. То есть заболевание, оно на самом деле действительно страшно. Оно, вот, насколько я знаю, раньше, оно было безумно страшным заболеванием. Заболевание страшное тем, что оно инфекционное и передаётся воздушно-капельным, лёгочная форма туберкулёза передаётся воздушно-капельным путём. Поэтому это очень сильно настораживает и вызывает беспокойство. А вот такие симптомы туберкулёза, как кашель с мокротой, это симптомы на более поздней стадии? Да, это уже, говорю, когда появляется клиническая клиника проявлений лёгочного туберкулёза, этот человек становится достаточно опасным для окружающих. Как защититься от этого? Какие меры профилактики нужны? Это ежегодная флюорография. Каждый человек должен с большим вниманием отнестись не только к себе, но и к тому окружению, в котором он живёт. Важно пройти эту флюорографию, забудь не только о своём здоровье, но и о здоровье своих близких. А вот в Рязанском областном клиническом противотуберкулёзном диспансере сколько людей ежегодно обследуется? Так вот немножко по статистике. Это достаточно большое количество людей обследуется у нас. У нас существуют поликлинические отделения на 320 посещений в смену ежедневно, поэтому говорить о том, сколько людей обследуется, достаточно сложно. Но мы рады всем, кто приходит к нам и стараемся принять людей в минимальном объёме ожидания – от 30 минут до часа. Если человек заразился туберкулёзом где-то после флюорографического обследования, как он может узнать? Если флюорографическое обследование проводится ежегодно, то, как правило, выявляем формы туберкулёза без клинических проявлений. То есть важно пройти флюорографическое обследование ежегодно. То есть развивается болезнь медленно? Болезнь развивается достаточно медленно, да. От момента заражения до появления симптомокомплекса на рентгеновском изображении может пройти от 3 до 6 месяцев. То есть, в принципе, если человек, скажем так, заразится уже после того, как он прошёл флюорографию и до следующей флюорографии… Да, и будет выявлена минимальная форма туберкулёза, которая достаточно успешно лечится в короткие сроки. Ну, как в короткие сроки? До 6 месяцев. А были ли в Рязани какие-то случаи вспышки туберкулёзных заболеваний или ужасные случаи, когда проразили? Следует сказать, что в прошлом году мы выявили 293 человека, больных туберкулёзом. И порядка 30% из них являются больными и заразными для окружающих. Поэтому говорить о вспышечной заболеваемости сейчас нам не приходится, потому что достаточно успешно проводится работа профилактическая. Мы позволили ситуации стабилизироваться, и дальнейшая наша задача – удержать эти эпидемические показатели, которые мы достигли, в течение 2-3 лет. Далее, ну, как бы правительство поставило перед нами задачу к 30-му году – победить это заболевание. Будем стараться это сделать и на территории Рязанской области. А вот какое оборудование в Рязанском областном клиническом протексте? У нас достаточно хороший спектр оборудования, позволяющий поставить диагноз в очень короткие сроки. Причём диагноз такой, который позволяет и лечение на часть определения спектра чувствительности микобактерий к определённым видам антибиотиков. А вот так вот, если поконкретнее о каком-нибудь таких рядовых, да, современных технологиях? Это компьютерный томограф, который позволяет выявить формы туберкулеза трудно диагностируемой обычной флюорографией или рентгеновским исследованием. Это исследование мокроты на обнаружение ДНК-возбудителя в течение часа в мокроте. Это исследование мокроты экспресс-методом, когда мы получаем культуру на жидких средах и сразу определяем чувствительность, то есть препараты, которые будут успешны в лечении данного больного за 40 дней. В общем-то, всё это позволяет нам начать лечение в очень короткие сроки, успешно, и к 6 месяцам достигнуть достаточно убедительного эффекта. А вот Вы говорили, что работают выездные комплексы по флюорографии в разные регионы Рязани. Можете об этом рассказать подробнее? То есть какие регионы, как часто? У нас на сегодня два передвижных флюорографа, которые по плану, которые утверждает Министерство здравоохранения Рязанской области, осуществляет выезды в районы области в отдалённые населённые пункты и проводим флюорографию массовую населения, которое проживает в отдалённых от районного центра сёлах. В маршруте все отдалённые точки? Все отдалённые точки, да. Мы в течение года оказываем такую помощь по массовому флюорографическому обследованию 12 и 13 районах Рязанской области по плану, который утверждается в Министерстве здравоохранения. А, 24 марта был Всемирный день борьбы с туберкулёзом. Какие-нибудь мероприятия на территории Рязани и области проводились? Конечно. 21 марта студенты Станкостроительного колледжа провели акцию в честь Всемирного дня борьбы с туберкулёзом. 23 марта в магазине «Пять мол» у «Карусели» будет установлен флюорограф. И население Рязанской области сможет пройти флюорографию на бесплатной основе совершенно и получить консультацию эстезиатра. И 25 марта в Центральном парке культуры и отдыха будет прогулка с врачом, которую буду возглавлять я, где население может получить в разрезе вопросов и ответов любые интересующие их ответы на любые вопросы. И провести с нами такую прогулку по парку, где мы в конце прогулки проводим зарядку и заражаем людей на активный образ жизни. Прогулка в парке – очень необычное название. Как оно проходит? Вы действительно будете гулять? Мы встречаемся у входа в Центральный парк культуры и отдыха со стороны улицы Пушкина. В течение часа проходит регистрация желающих участвовать в данной прогулке. Затем прогуливаясь по парку, проводится такая пресс-конференция в режиме вопросов и ответов на любые интересующие о данном заболевании вопросы. Население получает ответы. Заканчивается все проведением оздоровительной зарядки и получаем большой импульс на активный отдых в течение всего дня. А это первый раз будет проводиться? Нет, это проводится ежегодно. А вот как проходили прошлогодние, все прошлые разы? Что-нибудь интересное такое можете рассказать? Нужно прийти, чтобы почувствовать тот интерес, который проявляет население к данной прогулке. Получаем вообще в течение прогулки достаточно такой хороший заряд. Получаем ответы на вопросы, которые интересуют тех, кто хочет погулять с главным врачом. А потом в конце провести такую оздоровительную зарядку и понять, что залог здоровья вот именно в этом. А как пришла такая идея? А это давно. Проводится уже не первый год. Я думаю, уже лет пять проводятся такие прогулки с врачом, с врачами разных организаций. Как можно заразиться человеку? Как обычный человек заражается туберкулезом через инфекционного человека? Или есть какие-то очаги, возбудители? Ну, надо сказать, что когда человек рождается, его прививают. Делают прививку БЦЖ. И в организме каждого человека уже есть возбудитель, которому вырабатывается иммунитет. Говорить о том, что есть люди, которые... Ну, если человека не привить при рождении, есть такие, которые отказываются от прививок, то человек, конечно, является как бы свободным от возбудителя. Но это не значит, что он является защищенным. Заражение происходит от контакта с человеком, который страдает легочной формой туберкулеза и выделяет в окружающую среду живые микобактерии. Заражение может быть эндогенным, когда организм человека в результате каких-либо потрясений или стрессов слабеет, и возбудитель начинает размножаться, потому что в организме каждого человека есть возбудитель. Но всё-таки туберкулез – это инфекционное заболевание. Для того, чтобы им заболеть, нужно иметь контакт с человеком больным туберкулезом. А как человеку, скажем так, понять по симптомам, что с ним что-то не то? В каких случаях нужно уже начать беспокоиться? Беспокоиться нужно начать, когда появляется слабость, потливость. Это всё является проявлением лёгких симптомов интоксикации. Присоединяется кашель. Если этот кашель при лечении не проходит в течение 2-3 недель, следует обратиться на консультацию к фтизиатру. Если в семье есть туберкулёзный больной, как с ним жить? Если в семье есть туберкулёзный больной, который стоит на учёте, то, как правило, врач-фтизиатр, который оказывает медицинскую помощь такому больному, вызывает всех контактных для того, чтобы их обследовать. Все, кто проживает в контакте с больным туберкулёзом, состоят на учёте в туберкулёзном диспансере и обследуются у врача-фтизиатра. А какие-нибудь меры предосторожности при проживании с человеком больным туберкулезом? Они, естественно, есть. Когда появляется в семье человек больной туберкулезом, то мы учим правилам общения с данным человеком, правилам соблюдения определенных санитарных норм, которые позволяют другим членам семьи избежать заболевания. А вот это какие нормы, например, хоть? Ну, прежде всего, когда человек в семье выявляется, человек больной туберкулезом, он должен быть изолирован, как правило, на стационарное лечение в противотуберкулезный диспансер. Все члены семьи при этом, включая детей, проходят обследование у врача-автезиатра, проводится заключительная дезинфекция в ИЧГ, то есть в месте, где проживал человек. И дальше человек находится на лечении в противотуберкулезном диспансере, семья, если необходимо, получает профилактический курс лечения в течение 2-3 месяцев. И все это бесплатно? Да, это все бесплатно делается. Наверное, у меня вопросов больше не осталось. Спасибо вам большое, что пришли сегодня к нам в гости. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин